Крылья Тавриды, Стрижи, Беркуты, Русские Витязи, Соколы России. И это только часть программы, которая ожидает зрителей на завершающем дне международного этапа конкурса «Авиадарс-2016». Элита российской авиации сегодня репетировала показательное выступление к «Авиамиксу», которое состоится 6 августа на полигоне Дубровичи. Здесь зрители смогут увидеть практически все типы вертолетов и самолетов в действии. Воздушные асы отрабатывают полетные задания показательной программы. Над полигоном пролетают истребители пятого поколения Т-50, новейшие самолеты Су-35 и Су-30, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Все эти и другие машины поднимаются в небо, чтобы показать, на что способна российская авиация. Элементы высшего группового пилотажа покажет самая молодая авиагруппа ВКС России – «Крылья Тавриды» на учебно-боевых самолетах Як-130. Зрители увидят ближние маневренные бои, десантирование грузов, имитацию поисково-спасательной работы, работу вертолетов под прикрытием истребителей. Сброс воды и, конечно же, фигуры высшего пилотажа. Одиночную работу, Су-30СМ, виражи, петли, развороты и эффектные распуски. Наиболее зрелищными моментами соревнований являются стрельба по мишеням и выброс бомб. Кстати, мишени в этом году отличаются от прошлогодних соревнований. 12 типов мишеней – тактические, стрелковые, радиолокационные, бомбардировочные. Для проведения международного этапа конкурса «Авиадарс-2016» их количество увеличилось почти вдвое в сравнении с прошлым годом. 18 самолетов находятся в зачетной площади, круг диаметром 30 метров, и будет определяться точность попадания конкурсантов в эту мишень. На полигоне, размеры которого более 8 тысяч гектар, сформированы мишеной обстановкой из 12 типов. Зенитно-ракетные комплексы на стартовых позициях, танковые подразделения на марше, мотопехотная рота в районе сосредоточения, объекты инфраструктуры. Это списанные планеры самолетов, мишени-аналоги. Они прослужили свой уже путь и сейчас выставляются в качестве мишени. Для участников конкурса представлены мишени, которые имитируют и аэродром состоянка авиационной техники. Вот как выглядит мишень для соревнований «Авиадарс-2016» вблизи. Это разобранный планер, который уже отслужил свой век. Сегодня, 2 августа, ровно год, как погиб летчик пилотажной группы «Беркуты». Он разбился, выполняя конкурс на задание на полигоне «Дубровичи». В память о нем вчера здесь установили вертолет, на которых летают «Беркуты» и почтили память о летчике. Отрезание на полигон «Дубровичи» будут курсировать автобусы. Для автомобилистов недалеко от входа на полигон организованы парковки. Зрительские трибуны на «Дубровичах» смогут вместить порядка 8 тысяч человек. Международный этап «Авиадарса» в рамках армейских игр стартовал 31 июля. Всего в конкурсе примут участие около 50 экипажей из России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Соревнования пройдут среди экипажей истребительной, штурмовой, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. Помимо этого будут проведены соревнования в номинациях группового и одиночного пилотажа. Всего конкурс предусматривает 10 номинаций.